Эти грани нужно учитывать, но то, что между ними, еще тоже огромный диапазон того, что нужно знать. Далее, какими были отношения, из которых мужчина ушел? Ведь смотрите, любые отношения начинаются не случайно. И завязываются люди друг на друге не случайно. Но явно они проявляют друг другу или чувствуют друг другу симпатия. Почему любовь превращается в бытовые обязательства? Что произошло? Каковы причины, типичные причины, по которым мужчина не может оставаться в отношениях? Женщина начинает больше требовать от мужчины и меньше личного пространства оставляет мужчине. Отлично, Олеся, отлично, отлично. Женщина стала слишком сильной, да, и некомфортной с ней, замечательно. Женщина считает, что любовь прошла. Ага, ага, ага. Так сейчас подождите про любовь прошла. Сейчас мы поговорим о контроле. Сейчас речь идет, вот Катерина и Олеся очень важные моменты затронули. Отлично. Контроль. Когда женщина контролирует мужчину и проявляет чрезмерное любопытство к его жизни, к его действиям. Куда пошел? Ты где? А скоро ли будешь? А кто с тобой? Куда смотришь? Так не делай. Делай так. А почему ты сделал не так? Тебе что, больше всех надо? Список можно продолжать. Женщина буквально жужжит. Если мужчина, как правило, мужчины все спокойно реагируют на подобные вещи. Но женщина, когда ей позволяется говорить и говорить, то она уже не имеет над собой контроля. И ее, так скажем, контролирующее поведение над действиями мужчины, просто выбивает мужчину из седла. Она держит его на коротком поводке. Хотя нам, женщинам, самим нам, женщинам, мы любим вопросы. Мы любим, когда нас спрашивают, ты где, ты с кем, что делаешь, как делаешь, а что получилось, а теперь что. И мы с удовольствием общаемся на какие-то такие пустые разговоры, пустые вопросики. Мы любим вариться в этой каше. Мы любим обмениваться какими-то деталями, точностями. Мы любим поддержание разговора, потому что женщины, они более эмоциональны. Они любят обмениваться своим опытом, своими чувствами. Мужчине это вообще не дано. Мужчина воспринимает контроль как ограничение его свободы. А женщина воспринимает контролирующее поведение как проявление интереса или заинтересованности в ее жизни. Вы чувствуете разницу? То есть контролировать совсем не нужно, толку не будет. Ну, далее, я бы сказала, что, вы понимаете, вообще нельзя относиться категорично к каким бы то ни было вещам. Вот смотрите, соль это полезное дело, да, хорошее дело. Соль, соль в пищу добавлять, это хорошо, правильно? Зависит от дозы. Правильно, Светлана. Вот здесь то же самое. То же самое мы должны понимать, где есть контроль, а где есть проявление заинтересованности. Нам нужно сообщить им об этой разнице. Ими нужно знать, чтобы не нервничать, правда? Мы должны оставлять знания на, я имею ввиду, мужчине сказать об этой разнице. Мужчине можете сказать об этой разнице, а в прямом эфире не надо. Итак, следующая причина, типичная причина, которую женщины допускают в отношениях. Давайте поговорим о такой типичной причине, как навязчивое поведение. Опять-таки, в разрезе. Женщина любит, когда мужчина говорит о чувствах, о любви. Что происходит с мужчиной, когда спустя время, когда у них уже понятно очень яркие эмоциональные события, женщина начинает, а ты меня любишь? Или там мужчина, так скажем уже, интоксикация у него прошла немножко от бурной романтической истории, которая у них сложилась. И он ушел в затишье, ему нужно вернуться к делам. В это время женщина появляется и начинает его смс-ками, звонками или при встрече. А ты меня еще любишь? А как ты меня любишь? И ты называешь это любовью? Вам теория любви поможет ответить на этот вопрос, Светлана. То есть, если вы будете изучать теорию любви, вы поймете, в чем это мужская любовь, женская любовь и как они соприкасаются. И как они соединяются для нерушимого союза. Но одно вам могу сказать точно, что женщина нудит вопросом о любви. Женщина достает мужчину вопросами о любви. Это мужчину раздражает. Следующая причина. Обиды, жманство, выражение неприязни, выяснение отношений. Про разговор по душам, про выяснение отношений. Я думаю, вы уже видели в видеороликах или участвовали в прямых эфирах. Там, где я об этом говорю очень подробно. О выяснении отношений, к чему они приводят. То есть, мы должны понимать, что женщина, женщинам свойственно мужчину постоянно втягивать в какие-то, я не знаю, разборки, делать какие-то недомовки, недосказанность, недовыясненность, недоговоренность. Мужчина это все раздражает. Вообще, я заметила очень важную вещь. Очень важную вещь, которая касается всех. Даже если вы состоите в благополучных отношениях. Даже. Я замечаю, что женщина способна испортить заведомо гениальный брак и заведомо гениального мужа. Знаете, в чем причина? Отсутствие понимания коммуникативных навыков между мужчиной и женщиной. Мы не умеем. Мы часто не умеем взаимодействовать женщиной с женщиной. Мы доводим все до конфликта, до раздражения. Но с мужчинами у нас более запущенная история. Потому что мы вообще не понимаем, из чего они состоят. И где им нужна любовь, где им она не нужна. И как под это все подстроится. Я вам хочу сказать, что те женщины, которые проявляют искренний интерес сегодня к теории любви, будучи в благополучном браке, делают огромнейшую, умную, мудрую вещь в собственной жизни. Знаете, почему? Потому что одно дело, когда все благополучно. Но мы, люди, мы от конфликтов не застрахованы. Мужчине свойственно утрачивать контактность с окружающим миром. Так вот, чтобы сохранить отношения и правильно пережить кризис отношений, и правильно понимать конфликт и вести его, должна женщина, должна женщина уметь это делать. Потому что мужчине свой. И так продолжаем. наш разговор о том, почему мужчина уходит, какую женщину он ищет, и чего он хочет в отношениях, мы начинаем понимать, что есть некая закономерность. И, конечно же, каждая женщина, методом, так скажем, проб и ошибок, пытается понять эту систему, эту закономерность. Ваше дело, как это делать, как к этому относиться. Но я хочу, чтобы вы помнили, подкупить мужчину, или, скажем, обещать ему удобство, комфорт, изобилие, подарки, уговоры, давление на совесть, на жалость. Это не помогает. Это всего лишь, так скажем, нелепые попытки манипулировать им. Такими действиями вы ничего не добьетесь, поверьте вы мне. Особенно, когда речь идет о благах. Женщина думает, что вот у нее есть, значит, деньги, у нее есть возможности, и она может мужчину в этом смысле обеспечить, и тем самым он будет доволен. Нет, не нашел. Мужчина прекрасный, талантливый, замечательный человек, открытый душой, эмоциональный, богатый, способный любить, умеющий любить. Но вот он и говорит о том, что женщины пытались подкупить меня своими благами, своими возможностями, но это не работает. Мужчину нельзя подкупить никакими благами. Ну, разве что он там потребитель или альфонс, как мы в народе называем, который устраивается за счет женщины и живет за счет нее. И ему все хорошо, ему больше ничего не надо. И так, что вынуждает мужчину покинуть женщину? Кто скажет на этот, кто ответит в общем на вопрос? Если, в общем-то, он с ней не остался, как мужчина, наверное, не видит с ней будущего Дадария, совершенно верно, совершенно верно, не видит с ней будущего, совершенно верно. Но иногда есть истории, когда мужчина говорит женщине, дай мне время, дай мне прийти в себя, дай мне поставить все на места, дай мне очухаться, опомниться, дай мне пространство для того, чтобы я что-то понял из наших отношений. Правильно? Бывает такое? Не значит, что у них нет будущего. Что заставляет мужчину покинуть женщину? Светлана, я думаю, вы поздно подключились. Дело в том, что мы уже обсудили, что появление другой это не причина, это следствие. Мы сейчас говорим основная причина того, почему мужчину, скажем, какая-то сила выбрасывает его из отношений. Но это еще лишний раз говорит о том, что, дорогие мои, нужно учиться. Нужно учиться понимать эти моменты, нужно учиться понимать эти вопросы. Потому что, если вы не знаете, почему мужчина уходит, то, конечно же, безусловно, непременно вы можете в своей жизни столкнуться и с этим. Не дай бог, конечно же, никому не желаю вреда, но вы должны понимать, следующая наша тема это имею ли я право на ошибку? Все ли я сделала в отношениях, чтобы сохранить их? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok